МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Клоунская маска в опале. На Хэллоуин в ФРГ гражданам не рекомендуют наряжаться в клоунов. Германия поможет Украине разминировать Донбасс. На это ФРГ обещает выделить полмиллиона евро. В сообщении посольства ФРГ в Украине говорится, что федеральное правительство Германии уже поручило неправительственной организации HALO, организация жизнеобеспечения в опасных зонах, которая силами команды экспертов-оценщиков и трех команд по разминированию будет очищать загрязненные взрывоопасными предметами поля возле Северодонецка, в районе Мариуполя и возле Краматорска. Деньги на очистку от мин территории на востоке Украины поступят до конца этого года. Кроме того, правительство Германии заверило украинскую сторону о том, что и в будущем продолжат оказывать финансовую поддержку в восстановлении и возвращении к мирной жизни территории Донбасса. Прокуратура Германии предъявила обвинение 19-летнему сирийцу, арестованному в марте текущего года. Его обвиняют в том, что он помогал террористам из Исламского государства, изучая в Берлине объекты, на которых можно организовать теракты. По данным следствия, молодой сириец примкнул джихадистам в 2013 году и принимал участие в различных военных операциях в Сирии. В Германию он попал в прошлом году с потоком сирийских беженцев. Федеральные прокуроры заявили, что обвиняемый завербовал и отправил, по крайней мере, одного человека из ФРГ в Сирию воевать на стороне террористов, а также изучал потенциальные цели для атаки во время своего пребывания в Берлине. Сириец также был связным звеном между террористами из Исламского государства и джихадистами в Германии. Этих людей спасли в Средиземном море. Несколько сотен беженцев из восьми африканских стран устремились в Европу через Средиземное море. На хлипких лодках, которые предложили им для переправы контрабандисты, они пытались добраться до берегов Евросоюза. В территориальных водах Италии их задержала береговая охрана. Мигрантов-нелегалов, большинство из них мужчины, переодели в теплую одежду от Красного Креста, пересадили в спасательное судно пограничной службы Италии и отправили к берегу этой страны. И вот теперь, завидев землю, они исполняют так называемый «танец благодарности» за свое спасение и право на мирную жизнь. Напомним, за последнюю неделю итальянская береговая охрана спасла более 1 тысячи мигрантов, которые терпели бедствия в Средиземном море при попытке добраться из Африки к берегам Европы. В спасательной операции участвовали сотрудники береговой охраны, представители организации, врачи без границ и Красного Креста. При этом стало известно о 10 пропавших без вести, стонувшей резиновой лодке. Позднее спасатели нашли 9 тел мигрантов, которые были переправлены на норвежское спасательное судно, действующее в рамках Агентства Европейского Союза по безопасности внешних границ «Фронтекс». В начале октября Международная организация по миграции сообщила, что в текущем году в Европу морским путем уже прибыли почти 303 тысячи беженцев. Причем более 3,5 тысяч человек погибли или пропали без вести при попытках пересечь Средиземное море. Европарламент обеспокоен угрозами России применить ядерное оружие. Речь об этом идет в резолюции под названием «Ядерная безопасность и нераспространение», за принятие которой евродепутаты проголосовали в Страсбурге. Парламентарии указывали на то, что Россия все чаще во время военных учений имитирует использование ядерного оружия и разместила системы «Искандер», способные нести ядерные ракеты неподалеку от границ ЕС. А высокопоставленные российские лица к тому же утверждают, что Москва имеет право разместить ядерное оружие в Крыму. Депутаты Европарламента отметили, что отношения между такими ядерными державами, как Россия и США, Индия и Пакистан, в последнее время значительно ухудшились. А это делает ситуацию в сфере безопасности ЕС все более напряженной. В этом контексте депутаты Европарламента призвали эти государства сократить арсенал ядерного оружия, переместить его с мест развертывания в хранилище и уменьшить его роль в военных доктринах. В Латвии запретили продавать крепкое пиво в двухлитровой таре. Сейм внес поправки к закону об обороте алкогольных напитков. Он фактически запрещает продажу любого алкоголя в бутылках объемом свыше одного литра. Отныне пиво, например, может продаваться по принципу «чем крепче, тем меньше упаковка». Этот хмельной напиток нельзя продавать в таре объемом более пол-литра, если в нем содержится спирта больше, чем на 5,8%. Если же оно менее крепкое, то объем упаковки не должен превышать один литр. Напомним, ранее депутаты поддержали компромиссный вариант, который не запрещал продажу пива в двухлитровых бутылках полностью. Планировалось запретить продажу в такой упаковке только пиво крепостью свыше 5,8%. Германия дрожит от страха в преддверии Хэллоуина. На этот раз скелеты, мертвецы и прочая нечисть остались не у дел. Ужас на немцев наводит мысль о встрече со злыми клоунами. Немцы опасаются, что традиционный костюмированный праздник злоумышленники используют для нападений. До ночи всех святых еще далеко, а в магазинах с масками клиенты уже примеряют на себя новые образы. Сотрудники магазина говорят, что маска злого клоуна традиционно пользуется большим спросом. Клоун во все времена был неким культовым образом. Его используют рок-музыканты, он часто появляется в книгах или фильмах. Маски страшных клоунов всегда востребованы и очень жаль, что именно этот образ выбрали для себя преступники. Хотя они могли взять любой другой образ или просто натянуть на себя чулок. После того, как люди в костюмах клоунов стали нападать на добропорядочных жителей ФРГ, не каждый решится надеть на себя рыжий парик и красный клоунский нос. В социальных сетях даже появились группы людей, так называемых клоун-хантеров, которые призывают разделываться с ужасными клоунами. Клоуны уже столько всего натворили, что на них теперь охотятся, так что я не буду переодеваться в клоунский костюм на Хэллоуин. В берлинской полиции говорят, что сотрудники уже готовы к разгулу нечисти на Хэллоуин, но бороться будут не с нечистой силой, а с весьма конкретными нарушителями закона. Задерживать всех подряд людей в клоунских масках, конечно, не станут. Но особую бдительность гражданам, выбравшим для себя такой костюм, обещают проявить. Мы не можем запретить ношение масок, мы не можем запретить маскарадные костюмы, так как в этом нет никакого нарушения закона. Люди будут переодеваться, пугать друг друга. Это уже традиция. Но мы будем бдительны по отношению к тем, кто переступает границы закона и создает реальную угрозу. Напомним, в Германии за последние две недели в полицию обратились несколько человек, ставших жертвами нападений преступников, которые скрывались под масками клоунов. Японские ученые отправились в Тихий океан изучать новый остров Нисиносима. Он образовался в результате извержения одноименного подводного вулкана в 950 километрах к югу от Токио. Исследователи добрались туда на научном судне, потом пересели на лодку, а после, надев одолазные костюмы и маски, отправились к новой земле вплавь, чтобы исключить загрязнение окружающей среды. Это первая экспедиция на остров. Раньше он представлял собой лишь небольшое скалистое образование – около 650 метров в длину и 200 в ширину. Со временем в результате извержения вулкана оно увеличилось в 12 раз. За последние 40 лет вулкан проявлял незначительную активность. Сильное извержение происходило с ноября 2013 по июль 2015 года. Тогда объемы выбросов составили около 160 миллионов кубических метров или около 400 миллионов тонн. Ниссино-Сима, также известный как Росарио, один из немногих островов, появившихся за последний век. Сейчас его площадь составляет чуть меньше трех квадратных километров. Это больше княжества Монако на юге Франции. Сотрудники Министерства окружающей среды Японии взяли образцы почвы, несколько камней, растений и насекомых для исследования. Профессор вулканологии Токийского университета Минору Такео говорит, что на этом их миссия не заканчивается. Помимо исследований экологии, мы планируем изучать вулканическую активность Ниссино-Симы. Он извергался около двух лет, и в разное время появлялась лава. Мы надеемся собрать образцы этой лавы и накопившийся пепел, чтобы изучать процесс образования острова. Они также установили на необитаемом острове сейсмологическое оборудование. Данные будут отправляться в столицу Японии ежедневно. Субтитры создавал DimaTorzok